Здравствуйте! Сегодня мне необходимо произвести замену старой и шоссоветских времен розетку на современную и новую. Эта розетка будет идти накладная на деревянную поверхность стены. Давайте мы разберем эту розетку и посмотрим, как она выглядит внутри. Почему идет это плавление? Первое это признак слабой контакты и второе отошли при жиме, который прижимает самую штабсельную вилку. Прежде чем приступать к замене розетки, отключаем топ питания. Откручиваем ее, открутили. Конечно, контакты слабые. Здесь должна быть прижимая еще пластинка и пружинка. Но ничего этого нету. Просто вилка упиралась сюда и все, и так ослабим контакт был. Вот она отсюда вся причина, почему не работала данная розетка. Откручиваем, ослабеваем полты все эти. Так, ослабим. Все, сняли. Купил такую розетку квадратного сечения. Корпус, видим, тоже керамика. 16 ампер, 250 вольт. Все, будем теперь ее вставить. Я тут по краям просверлил отверстие. Так как эта розетка идет в закрытом корпусе, то мне еще необходимо просверлить два отверстия под провода диаметром около 6 мм. И сейчас буду заводить сюда провода. Вот завожу сюда провода. Это понимаю, конечно. Если стена деревянная, то для облегчения закручивания самореза я просверлил здесь отверстие диаметром 2 мм. А если кирпичная, то придется здесь просверлить отверстие и забивать дюбель, а потом только крепить данную крышку. Саморез беру на 25 длина с пресс-шайбой. И закручиваем его по месту. Нижняя часть крышки корпуса розетки прикручена. Чуть-чуть ослабиваем зажимы эти. Заводим сюда провода по месту. И затягиваем болты зажимов. Все, затянули. Ставим защитную крышку розетки на место. Данная розетка готова к использованию. Ее можно эксплуатировать надежно. Возможно, это видео будет полезным для тех, у кого вышла из строя розетка и не знает, как ее заменить. Теперь включаем топ питания и эксплуатируем ее. Кто желает получать известие о добавленных мною новых, интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. Всем желаю удачи. Всего доброго. До свидания.